Привет, это студия Лёд. Грустно об этом говорить, но сегодня вы смотрите наш последний выпуск. За прошедший год, что мы провели с вами, мы обсудили десятки важных тем, услышали людей с самыми разными взглядами на мир, получили сотни тысяч ваших комментариев и слов поддержки. Спасибо вам за это время. Наша студия приостанавливает работу, но нам хочется, чтобы канал жил и дальше, и вы продолжали получать качественный и интересный контент. Поэтому мы решили вернуть канал тем, кто изначально его создал, журналу «Холод». Ребята будут рассказывать вам о том, что происходит в России и мире сегодня, показывать репортажи и документальные истории, открывать для вас интересных героев и помогать разбираться в важных явлениях. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на обновления и ждите новые видео. Как вы поверили в то, что вы больны в лечении? Я сдала анализы. Мы можем спросить, например, не у меня, а у вашего тела. Поверьте, я считаю преступлением ВИЧ-диссидентство. Меня зовут Олеся, я отрицаю существование ВИЧ. У меня дочь трагически погибла, и ей поставили диагноз ВИЧ ровно на один день. Последний день ее жизни. Меня зовут Яна, я живу с ВИЧ, и я занимаюсь волонтерством, и наоборот доношу до людей, что этот вирус существует, ВИЧ-инфекция, и желательно профилактироваться. А давно вы живете с ВИЧ? Я живу с ВИЧ с 2016 года. А как вы поверили в ВИЧ? Ну вот как вы поверили в то, что у вас ВИЧ? Я не сказать, что поверила в то, что есть ВИЧ, но есть определенные пантогенез заболевания, то есть пути его передачи. А у меня были риски инфицироваться. И, соответственно, после этих рисков прошел определенный период, я сдала анализы. И при том, что я как раз-таки прожила острую стадию ВИЧ-инфекции, многие люди ее могут не замечать, либо у многих людей она может отсутствовать. У меня она была достаточно такая яркая, и, то есть, прям, можно сказать, как по учебнику. Смотрите, я бы сказала, что ВИЧ-то вирус, а заболевание-то СПИД. Согласна? Нет. А ВИЧ-то заболевание, вы считаете? Но ВИЧ-инфекция – это диагноз, это заболевание. СПИД – это такой симптомокомплекс, который может присоединиться на одной из стадий течения ВИЧ-инфекции. Почему вы не верите в ВИЧ? Я не уверена, что, допустим, больные центра СПИД, сдавая кровь, получают диагноз именно по своей крови. Почему вы так думаете? Потому что я столкнулась с тем, как они работают. Я знаю истории, например, как люди, которые относятся к лицам нетрадиционной ориентации, ходят по своим клубам и предлагают пройти тест на ВИЧ-инфекции. И как потом сотрудники центра СПИД рисуют этих больных, вынуждают их проходить обследование, лечение и так далее. Это определенные программы для того, чтобы предотвратить распространение ВИЧ-инфекции. Люди ходят действительно по гей-клубам и по гей-саунам и могут проводить тестирование. Но я не понимаю, как могут прям врачи воздействовать на это. Им передают персональные данные пациентов, и они приглашают их на обследование, приглашают их, чтобы сообщить им диагноз лично. Обычно результаты не сообщают, во-первых, по почте, и если они положительные, стараются отправлять в СПИД-центр, потому что там есть психолог, ну и, собственно, человек сразу проходит нужные обследования. Но поймите, до того, как анализ вообще приходит, какой-то человек обычно идет и сдает ИФА, антитела к ВИЧ-инфекции, и любая лаборатория, которая делает у себя этот анализ, они этот анализ составляют себе, и еще две пробирки этой же крови не отправляют в другую лабораторию и в Роспотреб, для того, чтобы исключить ошибки. Кому выгодно фальсифицировать ВИЧ? Сколько стоят ИФА, которые вы принимаете? В районе 9 тысяч. И на сколько его хватает? На месяц. И сколько у нас ВИЧ-инфицированных? По статистике 2021 года около полутора миллионов официально. И приблизительно мы эту цифру умножаем на 3 и держим в уме, потому что очень много народу не тестируется. То есть есть недообследованные, так вы считаете? Ну, я в этом уверена. Есть больные и недообследованные? Конечно. А иначе бы, понимаете, люди на терапии, они не могут передать вирус ни половому партнеру, ни при беременности, при родах ребенку. И если бы все люди обследовали, знали свой ВИЧ-статус и принимали бы терапию, во-первых, все бы жили долго, тормозили прогрессирование ВИЧ на той стадии, на которой они начали свою терапию, и не могли бы передать вирус другим. Это, собственно, я озвучиваю план по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции, одобрены ЮНЕЙЦ и ВОЗ. Это в первую очередь модная болезнь, может быть? А диабет модная болезнь? А диабет модная болезнь? И ковид модная болезнь? И проблемы с щитовидной железой, которые требуют ежедневной терапии, также таблетированные формы? У вас проблемы с щитовидной железой? Нет, ну у меня есть много знакомых, которые пьют препараты ежедневно. Потому что они в это верят. Они верят, что препараты им помогут. Вы считаете, что если возьмем человека с диабетом первого типа, который полностью зависит от ежедневных уколов инсулина, если он поверит, что это модная болезнь, он может не колоть инсулин? Я считаю, что все проблемы в голове, и если мы возьмем его резко и сдернем с инсулином, то это будет проблематично. Если он изменит свое сознание, свое мышление и поймет, что его привело к этой болезни, то он пересмотрит то, что его привело, и он сможет отказаться от этого. Это мое личное мнение. Это касается, в принципе, всех болезней. А вы можете доказать как-то вашу теорию? Есть такая штука, мануально-мышечный ответ тела. Ваше тело все знают, все ответы. Мы можем спросить, например, не у меня, а у вашего тела, если вы не против. Ну хорошо, я просто хотела спросить у вас, есть ли у вас клинически доказанный случай? У меня нет клинически доказанных случаев, потому что я, в принципе, неправомерна их проводить. Но вы правомерны ли утверждать, что не существует ВИЧ, и что человек может прожить без лекарств, при том, что кто-то может послушать? Я не утверждаю, я высказываю свое мнение. А правомерны ли, допустим, сотрудники спеццентров утверждать, что существует ВИЧ? Ну, вообще-то его выделили. Вы его видели? Вообще-то еще в учебниках по медицине от 80-х годов американских. Там вирус рака крови, который разработал Роберт Кауа. Нет? Да. Ну, как вы можете это утверждать? Понимаете, на вирусе, ну, вы эксперт в молекулярной биологии, вы точно можете на фотографии отличить один вирус от другого вируса? Ну, на нем же не будет написано ВИЧ. А как не будет написано? Ну, как бы на вирусах не написано. Они, как бы, такие разные бывают. Ну, у них нет такой лейбы. От чего умирают люди с диагнозом ВИЧ? От страха и от доверия врачам, от зависимости от чужого мнения. И закончили? Да. Люди с диагнозом ВИЧ не умирают. Люди могут умереть от СПИД, ассоциированных заболеваний. И причем это так интересно, когда ты чуть-чуть больше изучаешь. Ты всегда видишь пациента, ты всегда понимаешь, что вот, да, у него СПИД. И очень печально, что это видно до сих пор, когда есть лечение. И с ВИЧ, то есть очень большая сейчас разница между ВИЧ и СПИД. ВИЧ – это хроническое, легко контролируемое заболевание. И тормозится оно ровно на той стадии, на которой человек начал лечение. Вот лечили девушку, у нее был такой случай недавно. Ее лечили от ковида, от анализа на ковид отрицательные. И лечение не помогало. Ее приводят к инфекционисту. А инфекционист, поскольку он с этим работает, он уже и увидел как раз-таки ему так хорошо знакомую пневмоцистную пневмонию, которая была также у Фредди Меркури. Вот эти все заболевания, они не просто, их большой список, они не просто называются ассоциированные со СПИДом. Ну потому что просто так возникнуть у человека, ну это единичный случай. А саркома капоши, она была до ВИЧа? Ну вообще она была. А почему ее раньше не ассоциировали с ВИЧом? Потому что ВИЧ как вирус выделили в 81-м году. А почему его не выделили раньше? Как люди жили раньше без ВИЧа? И я так понимаю, он пришел к нам из Южной Африки? Есть много теорий, но основная, да, что в 50-е годы начал формироваться этот вирус. В основном из-за того, что люди охотились. Да, был у обезьян вирус, действительно. Охотились и что делали? Разделка туши, где-то поранились. Ну то есть почему-то все говорят о сексе с обезьяной, но никто не думает, что у людей были специфичные инструменты для разделки. Ну смотрите, допустим, хирург, допустим, оперирует больного с ВИЧ, ну по какому-то вопросу. Полосную делает операцию, либо пластическую, неважно. И допустим, он поранился. Что он должен сделать, чтобы не заразиться ВИЧ? Ну выпить постконтактную профилактику, но я не знаю такого хирурга, который так делал. То есть хирурги не ранятся, по-вашему? Вот скальпелем нет. А я знаю хирурга, который помогал денег с родителей пациента за то, что у него ВИЧ, за то, что он будет его оперировать, боится пораниться. Ну это значит, он хотел срубить денег. А возможно у пациента не было вообще ВИЧ? Возможно, просто он был создан для того, чтобы он хотел срубить денег, допустим. Почему нет? Слушайте, с меня хирург не срубил денег, потому что чем больше все-таки идет время, тем чем больше мы работаем со стигмой и дискриминацией, тем все-таки люди, особенно врачи, слава богу, быстрее привыкают, что мы обычные люди, такие же, как все. И таких случаев наконец-то становится меньше. Значит ли это, что СПИД и ВИЧ только у необычных людей? Нет. А почему вы тогда говорите, что мы обычные люди, такие же, как все? Потому что другие люди считают нас в основном какими-то маргиналами. Они считают, как завелось с 80-х годов, что ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, среди геев и среди работников коммерческого секса. Яна, простите, пожалуйста, вы не гей, вы вряд ли сотрудница коммерческого секса, и не знаю, принимали ли вы инъекционные наркотики, но вот смотрю на вас и думаю, что нет. Как вы поверили в то, что вы больны ВИЧ? Это стереотипы. ВИЧ давно вышел за рамки тех групп риска, которых привыкли считать. Поэтому я и говорю, просто для многих людей равно ВИЧ – это вот эти группы. Хотя на самом деле ВИЧ касается абсолютно каждого. Если у человека есть секс, в принципе, он уже в группе риск. Я употребляла наркотики. Я изучала вопрос иммунитета, и наркотики, в принципе, сами по себе очень серьезно подрывают иммунитет. Откуда? Не правда. Ну, у меня прекрасный иммунитет был при постановке на учет. ВИЧ расшифровывается как? Вирус иммунодефицита человека. Что такое иммунодефицит? Это хороший иммунитет? Ну, это всего лишь вирус, который может вызвать иммунодефицит. То есть это наличие вируса в вашем организме плюс хороший иммунитет. Вирус-то сам по себе – это же частичка такая. Он как бы неживой, пока не попадет в определенную среду. Этот вирус, который поражает вунные клетки. Но при всем при том, в момент постановки на учет и сейчас у меня иммунитет, ну, возможно, получше, чем даже у некоторых здесь сидящих без ВИЧ. Как вы относитесь к ВИЧ-диссидентству? Отрицательно отношусь к ВИЧ-диссидентству. Тем более, когда человек говорит об этом публично, когда человек активно выражает свою позицию. Приведу пример. Многие люди, когда получают свой ВИЧ-статус, у них идет вот эта стадия принятия-отрицания, принятия-отрицания. И в этот момент человеку иногда проще поверить в том, что проблемы нет. Далее. Такие доктора, которые сами не ВИЧ-положительные. Вот, допустим, знаменитая Ольга Кових, которая была лишена всех медицинских полномочий, и сейчас ей присвоено звание доктор смерть. Эта женщина консультировала в контакте родителей ВИЧ-положительных, у которых были рождены ВИЧ-положительные дети. И она отрицала ВИЧ. Дети эти умирали, в том следом часто умирали родители. Патологоанатом, такой околонаучный человек, агеев, тоже говорил, что ВИЧ не существует. До сих пор он в это верит, но внятных каких-то доказательств он не предоставил. Ну просто потому, что он в такой профессии, как бы околомедицинской, патологоанатом, люди начинают ему верить. Я видела, как умирают люди. И самое страшное, я видела, что творилось с детьми. То есть если мама не принимает терапию, на 50 на 50, это процентное статистическое соотношение, она может родить ребёнка с ВИЧ. И чаще всего эти дети умирают до 5 лет. И умирают в мучениях. Рассуждать, что в учебнике микроскоп это увидел рак или ВИЧ, ну вы понимаете, я вам покажу любую тогда фотографию, вы можете сказать, это всё не ВИЧ. Как вы оцениваете меры государства по противодействию ВИЧ? Это очень дорого. И если, например, люди все перестанут верить в ВИЧ, не будет финансирования на спидцентры, на ПЦР-тесты, на иммуноборты, на ИФА, на РВТ. Вы принимаете РВТ, вы платите за него? Ну кто-то покупает, я получаю бесплатно. То есть вы стоите на учёте, поэтому вы получаете бесплатно? Да. Цель постановки на учёт – это получить РВТ? Ну вообще, цель постановки на учёт – не только это. Во-первых, понимаете, насколько эпидемия идёт. Ну и да, и понимаете, сколько закупать препаратов на пациентов. То есть вы считаете, что у нас эпидемия ВИЧ? Я даже скажу слово пандемия, потому что когда определённый процент от населения заболевает определённым диагнозом, это включается в разряд эпидемии и пандемии. Собственно, количество людей, живущих с ВИЧ, соответствует этому определению. Какое законодательство должно быть, если у нас идёт эпидемия? Вот, допустим, была эпидемия холеры, например, или эпидемия чумы, или эпидемия оспы. Какие-то принимались меры на уровне правительства. Но были прививки, прививали, допустим, у всех на законодательном уровне. Есть ли прививки от ВИЧа? Нету. Почему? От ВИЧ прививки, потому что не создали её ещё. Почему не создали? Вирус выделен? Вирус выделен, потому что это очень сложно. А с того момента, когда вирус выделили, сколько лет прошло? 40 лет. И до сих пор не было прививки от ВИЧа? Ну, многие пытались, пытаются до сих пор. Я вам больше даже скажу, есть даже излечившиеся от ВИЧ не совсем стандартным путём. Пересадка костного мозга? Да. А почему тогда всем не пересаживают костный мозг? Вы знаете, как делается пересадка костного мозга? Да. Ну, убивается полностью иммунитет. Не факт, что человек выживет. Это очень опасная операция. И сотни таких операций, которые пробовали. Опять же, для излечения ВИЧ нужно найти костный мозг. CCR5 мутации устойчивой к ВИЧ. Ну, и как бы есть... Если вы послушаете интервью одного из этих пациентов, я уже не помню кого точно, он сказал... Ну, который выжил. Они оба выжили. Просто у одного случился рецидив онкологии, и он умер из-за этого. Так вот, они сказали с тем учетом, то, что мы пережили после пересадки, я бы лучше по ВИЧ свои таблетки просто пил. Есть другие стратегии по излечению. Я знаю клинические случаи, которые проводятся другими методами излечения. И поверьте, они также будут работать. Просто нужно чуть больше времени. Ну, а по законодательству по эпидемии все-таки что? Есть ли у нас законодательство, которое контролирует нас... Ну, вот в связи с тем, что вы говорите, что у нас эпидемия, пандемия, речь. Есть ли законодательство? Как по-вашему оно должно контролировать? Запретить людям заниматься сексом? Допустим. Ну, вот как? Как-то же должны контролировать? Понимаю дело. Я не знаю, как они должны контролировать. Но я считаю, что... Ну, понимаете, если это ковид, и это передается воздушно-капельным путем, ну, окей, это маски. А если это ВИЧ, который ты не... Ну, это нужно действительного сопотребления наркотиков под запретом, ну, извините, секс отменить как? Ян, если вы позволите, можно я потестирую ваше тело? Что оно считает по поводу того, что ВИЧ есть? Ну, попробуйте. Мне для этого нужна ваша рука вот так вот. Вытяните, пожалуйста. Давайте контрольный вопрос. Скажите, меня зовут и ваше имя. Меня зовут Яна. Давите наверх. А я считаю, что ВИЧ есть. И давить наверх? Да. Я считаю, что ВИЧ есть. Давите. Ну, вы просто по-разному давите. Нет, я не по-разному давлю. Это ответ нашего тела. Ну, это иррациональная плоскость. Почему? Потому что, ну, откуда вы? Это прикольная кинезиология. Давайте. Я верю в лабораторную диагностику. Поверьте, я считаю преступлением ВИЧ-диссидентства. Я ненавижу тебя.